Так, ребят, сори, я буквально пару минут решил, что все-таки можно уделить перекусить, и теперь, в общем-то, в полной боевой готовности. Я думаю, так же, как и команды, Tempo против Relax, это PD Cup, 1-0 в пользу команды Relax, они начали, на самом деле, достаточно фигово, потому что на протяжении практически всей игры преимущество по экономике, во всяком случае, было за командой Tempo. Но Tempo оказались, как по мне, просто не особо готовыми к реализации своего пика, и не особо готовыми к игре против пика Relax. Вот против Axe они тупо постоянно попадали, там, чуть ли не впятером на его агр, и потом вайпались всей командой. Ну, так нельзя, но это же Axe, у него же AOE, это же не Ravage, правильно, чтобы всей командой на него попадать. Ну, если там прыгает с даггера Tate Hunter, use it Ravage, там в пятером попасть это не страшно, но если прыгает Axe и ловит пятерых, то это уже стоит задуматься о позиционке своей неграмотной, потому что нельзя так. Ну, и в целом, Tempo смотрелись очень неплохо, были у них шансы победить, но немножко не подтащили. В любом случае, они показали, что они достойный противник, и сейчас, я думаю, каточка будет достаточно лютая. Ember Spirit Nix в пике у Relax достался им, такой хороший персонаж, который в последнее время уже немного подзадолбал, но все-таки, все-таки это уж дело такое. Может быть, кстати, IceFrog его пофиксит. Хотя, нельзя сказать, что он супер-читерный, но и почему-то противники, вообще команды, против кого этого Ember Spirit опикают, не пытаются как-то давить на слабые места этого героя. Ну, да ладно. Tempo взяли Dazzle Batrider'а, нападака Vivac'а и Dazzle, который будет сейвить. Да и наваливает Dazzle неплохо, в принципе. Я думаю, Tempo в этот раз уже, наверное, все-таки пойдет через Слардера. Ну, я не знаю, у них и в прошлый раз пик располагал... А нет, это у Relax как раз-таки пик располагал к Слардеру, но они там решили немного по-другому поиграть. Ну, Relax мы обсуждать не будем, они выиграли, и поэтому там особо, как бы, аналитику разведить нет смысла. Tempo лузнули. Ну, опять же, повторюсь, не было такого, да, что из разряда 20-0, без шансов, 50 тысяч золота преимущества, трон падает на второй минуте. Была очень ровненькая игра, в которой сильнее оказались Relax'ы, при том они даже, я бы сказал, перевернули. Ну что, вторая стадия у нас банов закончилась, вычеркнули Дума с Дисраптором и Шадоу Демона с Шадоу Шаманом. Последний бан должен быть какой-нибудь Шадоу Финт. Лол. Какие-то картинки. Ну-ка, ну-ка. Всем привет, дорогие друзья, будем продолжать тестить дотку и, в общем-то, опять мне товарищу такого позволить не могу, потому что это айтем. А вот второй мипарь появился... Хе. Кому интересно, можете зайти на канал Ютуба, на Тусвинсера ТВ, там ролик вышел новенький. Шпилу жару. Так, визажа забрали, темпо. Ну и теперь слово за релаксом. Вообще, процедура бена пиков как-то проходит очень долго. Мне вот, мое мнение, надо... Как-то урезать, что ли, время на раздумье. С другой стороны, тогда игры будут интересны. Тогда кто-то где-то ошибся в пике, да? И... Все, пошло-поехало. То есть, там как-то... Ну, в общем, непонятно. С одной стороны, чем дольше ребята пикают, тем интереснее будет игра, потому что пики будут более грамотные и будет решать именно реализация. А с другой стороны, когда у твоего противника, там, ну и вообще у команд времени миллион, и они сидят полчаса пикают, вот, мне бы было интересно посмотреть, если бы урезали время, ну, примерно в два раза урезали бы, чтобы не давалось столько много времени на раздумье. Чтобы команды, так сказать, заранее примерно представляли, что они будут брать, при каких раскладах, что будут брать, и пикали. Чтоб не было вот этого... А давайте-ка мы прямо на ходу будем придумывать страту, и как ее контрить, вражескую страту. Ну, такое. Я, конечно, сейчас не говорю, там, с уверенностью, да? Просто предположение. Мне кажется, если бы сделали время бы на пиков в два раза меньше, то игры были бы более зрелищными. А вот и не доширак. Я не доширак кушал, я ел версупчик. Рис, мясцо, картошечка. Ммм, ляпота. Ну, это все... Все это все в супе было. Все ингредиенты. 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 Так что... Я бы, кстати, доширак бы не отказался. Я уже разговаривал на тему дошираки, ролтона и прочее дерьмо. Ролтоны, они еще не такие вкусные. Вот, доширак, он на самом деле вкусный. Но, просто он не полезный. Тут уже другой вопрос. Мне, на самом деле, по вкусу доширак очень нравится. Я бы кушал его с удовольствием. Лапша очень крутая. Но, она не полезная. Мягко говоря, поэтому... Поэтому лучше такой пищей не питаться. 10 секунд доширак. Ну, по вкусу, конечно, она крутая. Так. Сейчас мы орех разломаем. Вот. Кто-нибудь ножницами орех ломал. А я ломал. Я ломал стекло. Ага. Last bun. Storm spirit. Темпа вычеркивает чена. Почему-то не хотят, чтобы их пушили. Хотя, с другой стороны, а чем тут пушить? Тут Бэйн, Никс, Эмбер. Такой сомнительный пуш. Ну и... Луна со Сларком в пике. На второй стадии они себе добрали. Теперь надо еще пару... 10 секунд доширак. Пару героев командам взять. 5 секунд. Пару героев командам взять. Резерве. Доширака на Украине нет. Ну, нет и нет. Я как бы уже... Мелкий был, я кушал дошираки. Сейчас уже нет. Оп. Когда был маленький и бестолковый, вместо маминого борща, я кушал дошираки. Прикиньте, какой дурачок. 10 секунд доширак. 5 секунд. Сейчас бы я готов был каждый день эти борщи кушать. Приходится косякое говно себе варить. Оп. Урешек. Оу, да ладно. Ммм... Темпо. Бладсикер. Ммм... Типа... Контра... Сларку. Окай. Очень странно, на самом деле. Очень странно. Я твой орех ножницами ломал. А я стекло ломал. Наломал стекло. В общем, команды решили немножечко не по стандарту играть. У одних в пике появляется Арбуз, а у других... Бладсикер. Притом, кто из них более такой нестандартный, непонятно. Потому что, если сказать про Бладсикера, то он, в принципе, против Сларка неплох. Но, с другой стороны, против Сларка можно что-нибудь другое взять. Более адекватное. Ну, например, Воида. Хотя, если у тебя есть Луна, то куда уже Воида? В общем, решили в миде поставить Бладсикера. Нестандартно. Бладсикер. Дитяра. Содай будет у нас играть на визаже. Батрайдер от Электродака. Деон, Вог, Даззл. И антимайдан. Луна. Луна светит всем. И злодеям, и жертвам. Песов Щед у нас играет Тайтхантером Шичло Сларк. Рей Тарт на Бэйне. Виндекс. Будет у нас шпилить Ник с Ассасином. И остается Крейзи, который где-то АФКшет. Тоже, походу, суп ест. Во, все. Вернулся Крейзи. Берет Мембер Спирита. Рей Тарт. Нормальный никнейм. Не, не, не. Не, не гоу. А че такое? Давайте замутим всех. Короче, все муты. И репорты. Нельзя. Фак. Вот реально, да? Я сегодня обсуждал вот эту тему с мутами. Типа, вот у меня мут на... А, не, я сейчас на нем... Сейчас я могу писать в общий чат. У меня мут на 160 с хреном часов. Причем мне его реально дали ни за что. И с этим сталкиваются в последнее время многие. Почему бы в принципе не убрать подобное наказание? Потому что мут, он легко... Ну, допустим, представим. Я ретард. Начал игру. И начал voice abus. Ну, просто начал в чате кричать всякую хрень. Орать как неадекватный. Что стоит моим тиммейтам взять и замутить меня? Все. Вот просто одна кнопка. И всего-то одну кнопку нажать. И никакого геморроя. Ну, если ты попался с ретардом, ну, что тут поделаешь? Ну, несет он какую-то чушь. Ну, замуть его и все. Зачем делать наказание в виде мута, когда сейчас уже это вообще не актуально? Мне это интересно. Когда же в Valve уберут вообще подобное наказание? Непонятно. Вообще можно было бы даже две кнопочки придумать им. Сделать одну, которая банит его чат. Да? Чтобы не видно было, что он пишет, а другую, чтобы voice банило от него. И все. Было бы супер. Просто идеально. Но даже без учета этого, есть обычный мут. Отключил-включил, не проблема. Надо будет товарищу Фрогу написать подобное. Может быть он подкинет эту идею кому-то. Побежали релаксы в чужой лес. Чё-то тут побегали-побегали. Топорик, щиток и тангусы. Тут у нас трипла, судя по всему, будет. Причем довольно сильная трипла. Три рыжевика под пассивкой луны. Ух, как больно-то кому-то будет в кабину прилетать. Дитяра. Дитяра. Такой чат, конечно, забавный. Ну и посмотрим сейчас, как Эмбер Спирит стоит против Бэтрайдера. Потому что на самом-то деле, по-моему, Эмбер Спириту против Бэтрайдера тяжело стоять. Вот тут уже Электродак начинает потихо и бузить. Тек, 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 Электродак. Вообще связочка двухсекундная неприятна для Бэтрайдера. Он вроде маслами заливает, начнет сжечь его фаерфлайм, а тот свяжет его и всё. И не догонишь. Ну и что-то пока... В миде вряд ли, наверное, тут кто-то кого-то сможет убить. Как минимум в ближайшие несколько минут, если, конечно, кто-то руну не законтролит хорошую. А вот на топе... На топе можно попытаться. Но надо поднять левел. Вот на втором левеле будут убивать. Грейв чилл есть, появится Сулла Сампшн, здесь появится Бим, здесь появится Грейв, скорее всего. Ну, вряд ли это будет Хилл. И можно нападать. Вот тут только от Дазла одна небольшая странность, потому что... Зачем тебе Пойзон Тач на первом левеле, если вы не собираетесь нападать? То есть Грейв был бы полезней, если вдруг на тебя нападут, ты засейвишься. Всё, получают по второму левелу. И сейчас будет веселуха. Ну и понимают это, на самом деле, релаксы. И они всякие отводы там делают. Дабл дэмэдж. Ну, обе команды поставили ворды, и, в общем-то, здесь всё видно. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Четыре стака масел банка, тычичку, бронь сап, но там бронь сап всего первого левела. Не страшно, а вот тычка с руки в 120, это страшно. Файерфлайя потихоньку заканчивается и... Уходит всё-таки crazy, так же, как и Бэтрайдер. Ну, тут электродак был близок. ФБ. Чуть-чуть не дотянулась тычка. Ох, а на топе напали. Ай, да ладно! Фласки отхиливаются, Пользонтач не сбивает. Он всего первого левела. Поэтому не сбивает Фласку. Очень неприятно. Как же, просто буквально какой-то копейки урона не хватило, чтобы убить. Бладсикер вешает. Вот, кстати, по-моему, Бладсикеру тяжело стоять против Сларка. Вроде бы, я не уверен. Так, что-то у нас вылетает. Визаж. По идее, Сларк со своей пассивкой, он же выжигает очень много Бладсикеру статов. И поэтому Сларк, по-моему, сильнее на линии, чем Бладсикер. При этом, в случае чего, он еще этого Бладсикера может цепануть. А Бладсикер, ну, да, у него есть пассивка, которая там ХП ему регенит. Надо еще как-то ластхитить. Когда у тебя урона 60, но у него топорик. А тут 80. И ХП он подгрызает, и все подряд подгрызает. В общем, такой противный герой. Этот Бладсикер. И сейчас очень многое решается для будущего и одного, и другого. Если Сларк хорошо прохарасит этого Бладсикера, то в перспективе у Сларка проблем огромных не будет из-за этого БСа. Но если же этого БСа сейчас не загнобить, то потом он будет гнобить. Повесь буквально ульту на Сларка, и все. И он уже никуда убежать не может. Чего-то пока тишина опять. Так, сладненько. Мы посмотрим, в сети он вообще или нет хотя бы. Да. Чего я мог ожидать? Вот, в принципе, приватный профиль. Так, ну он вернется. Хотя бы инфа какая-то будет. Печалька, печалька. Золото у нас, как мы видим, на нуле. Ну, по экспе тут разница тоже очень маленькая. Да, в принципе, третья минута на дворе. Что там может такого быть? Чуть не сделали ФБ на Тайтхантере. Но вот не хватило писачки. И в итоге теперь будут заново пытаться ловить момент. Дитяра, дитяра, дитяра. Девять крипов. Тут четырнадцать. Девять ноль. Тут четырнадцать на восемь. Ну, конечно, щечло пользуется своим преимуществом. Ну и пассивку он, конечно же, взял на два. Чтоб как можно дольше воровать статы. И чем больше он тычек делает, тем больше статов ворует. И, соответственно, разница в дамаге становится все больше и больше. И там платсикеру по итогу ластхитить практически нереально. А если подставится под паунс, он еще и умрет. Мы готовы. Так, ну все, паузу снимает наконец-таки. Так, сикер ускорился. Но он все равно убить не сможет. Тут фласка восстанавливается. Пятый левел. Максит пассивку, которая дает скорость. Скорость и дэмэдж. Двадцать пять урона. Двадцать пять процентов эмэса. Пять. Офигеть. Пять, пятнадцать. Так, а на бутрайдере делают фб? Блин, я, кстати, не обращал внимания, что это происходит. Пассивка столько дэмэджа дает. Она 35 урона дает, не так уж и мало. Ну, не сказать, что прям много, но и немало. Интересно. Бэтрайдера все-таки в миде заколупали. Тайтхантер тупо терпит. Вот тема хорош, Тайтхантер. То, что он, ну, не нуждается в айтемах. Он может стоять, терпеть, там как-то не особо фармить, но потом выгрутится. Бладсикер умудряется сделать килл. Я не понял, как. Ну, он убивает. 1-1 становится счет. Здесь у нас может тоже быть драка. Ну, виндекс, по идее, далеко не догонят. По ходу дела, Сларк не подрассчитал свои силы, я не понял. Потому что у Бладсикера ульта не была активирована. Хрен знает, как он, как он его просто мог убить. Просто непонятно. Кстати, что-то он какой-то прям совсем огромный. Перемещается так еще. Жестко. Бам-бам-бам. 430 мс. Неплохо. Так, на топе. Виндекс. Ох, стан по-троим. Визаж зарядил свой Суласамшн по максимуму. Только закинуть его особого желания у него нет. Пошел-пошел, Сикер. Так, повесил ульт. Отхиливается со стиков. Брейн сап. Прилетел сюда очень вовремя. Эмбер Спирит. Никс станет двоих. Эмбер Спирит попрыгнул под свой ремнант. И вот буквально остается последний дядька, которого тупо сейчас свяжут и убьют. Да, так оно и есть. Изи-мани. Это минус 3. Темпо разваливается. И очень плотно разваливается. Минус 4. Ну а Сларк, который фиданул. Как он фиданул? Черт, я пропустил этот момент. На самом деле обидно даже. Потому что мне интересно, как он мог умереть. Этого героя так просто не взять. Связочка. Стан. И что, ребят? Фаерфлай. Фаерфлай скоро закончится. И теперь как-то надо отсюда выбираться. Найтмар. Есть 6 стиков. Прожимает. Но на брейн сап все равно маны нет. Стан. И тычка. Где? Посыпались, посыпались. Еще раз посыпались. Очень жестко посыпались. Ульта есть у дитяры. Повесил. Чечло стоит на месте. Его не видно. Регенится. Вот все. Закончился. Оп. Дитяра. Доигрался. Вот поэтому я и говорю. Как вообще можно было с Ларком фидануть? Он же гораздо сильнее этого Бладсикера. И он гораздо сильнее, пока у него есть хил. Ну то есть вот он покупает себе тангусы и все. И за счет них живет. Понятное дело, что если, допустим, взять ситуацию, при которой оба героя придут на линию и оба героя не будут иметь хил, то сильнее, конечно же, будет Бладсикер, потому что он с пассивки будет останавливаться. Но такого не бывает, чтобы к тебе на линию пришел герой без хилок. Так. Бэтрайдер. Нагло очень играет, конечно, Эмбер, но... Боттл у него полный, маны сейчас восстановят. Снизу еще хоста. Что-то вижена маловато. Очень интересный вард. Ну и контролит хосту. Можно, кстати, взять. Сейчас еще одна руна появится. Инвиз появляется снизу. Никс Ассасин может забрать. Ну или оставят они... Луна с рецептом Мидаса на восьмой минуте. Ох, я чувствую, это будет печаль полная. Дитяра успевает повесить только Сайленс, но и, в общем-то, это не очень помогает Дазлу. И Дазл не очень-то помог Бладсикеру. Да пик полный трэш у темпа. Какой Бладсикер вообще? Что это за герой такой? Ну, вот, в общем-то, вам и Бладсикер. Пришел он на топ за гангл. Вы видели, что он сделал? Ничего не сделал. Пришел, повесил ульт. Если ты под этим ультом... Ну, твой противник под этим ультом не бегает, то твой ульт бесполезен. Наносит всего 150 урона. Так. Так. Боже мой. Боже мой. Божечки мой. Луна доделала Мидас. Ну, вот, опять же, как и в прошлой игре, у темпа есть керри. Вот, в прошлой игре был Вивер, который мог затащить дотку. В этой игре есть Луна, которая тоже, в принципе, может затащить доту. Но тут есть Сларк, который ее будет сейчас убивать. Ага. Ну, ответочка. Бладрэдж, кстати, кастуется с достаточно большого расстояния, что очень приятно против всяких Сларков. Сларк бы сейчас мог активировать ульту, подхилиться, и потом даже, может быть, и этого Бладсикера там как-то развести и убить. Бладрэдж второго. Интересно. В перспективе, если на Луну повесить Бладрэдж максимального левела... О, боже мой. Мне даже страшно представить, что он там будет делать. Этот герой под Бладрэджем. Ну и пока 3.12. Темпо перехитрили сами себя. И не знают, что им делать. Релаксы играют очень агрессивно. У них такой пик позволяет агрессировать. Батрайдер... Пока даггера у него нет. А без даггера батрайдера очень тяжко что-либо делать. Ага. Чуть-чуть не дотянулся. Опа. И все потратили просто на Эмбера. Эмбер пока живет. Ну, зря он, конечно, бегал. Не знаю, зачем он бегал. Можно было постоять. Ну, неважно. Тайт юзает ревейдж. Боль. Кровь. Кишки. Цепанул в лосо Виндикса. Оно тут разворачивается. Даже не успевает дать станд. Там просто гашен. Дабл килл оформляет. Тайт Хантер. Потеряли только одного героя. Убили троих. Луна в миде. Корябает Тауэр. Ну, в принципе, неплохо, конечно. Она пушит, но... В любом случае, Тауэр она будет ломать еще полчаса. И ей никто это сделать не позволит. Эмбер Спирит. НТП, да? А почему Эмбер Спирит сейчас не дал еще двух тухов своих? Просто кинь двух духов, прыгни на них и убьешь. Как раз 300 дамага... Не, не 300, а 200 дамага. Ну, Луне бы хватило, в общем. Пожалел. Ну, не то, что пожалел. Мне кажется, зафейлился просто здесь. Крейзи. Мог убить. Не самый опытный Эмбер Спирит. Гош. Ну, он успевает в любом случае повесить на себя Грейв. Подстанили и забирают. Ну и Визаж тоже тут на мясо. Ну, тут ГГ. Тут без шансов вообще. Они уже под Т2 Тауром. Как у себя дома. Бладсикер. Стан. По двоим. Прыгает Эмбер. Прыгает Тайт. Это уже избиение идет полнейшее. Я думаю, сейчас темпу напишут ГГ. Ну, просто нет смысла здесь дальше играть. Нет Керри, который бы затащил Луна с Медасом. Она сейчас будет умирать от Эмбера. Она будет умирать от Никса. Причем Никс уже ее будет в соло убивать. Она будет умирать от Тайтхантера. От Бейна. От всех. Любой, кто ее цапнет, убьет. Но при этом есть еще те, которые цапнут ее точно. Это Сларк с Шадоу Блейдом. Это Никс с Вендеттой. И Эмбер со своими прыжками. Во. Сейчас он заюзал. ГГ пишет темпом. Ну и, в общем-то, это было ожидаемо. 2-0. Первую карту темпа, конечно, сражались очень жестко. И были в шаге от победы. Не хватило немножечко реализации. Но вот во второй карте слишком они сами себя перепикали. И вот этот вот Бладсикер. Ну, я как-то раз помню, пикнул Бладсикера против типа Сларка. Если в паблике этот Бладсикер против Сларка еще может быть как-то работает. Ну, на профессиональной доте. Даже в...